Точку продажи СНЮСа выявили возле центрального рынка в Караганде. Жительница города, родом из Туркестанской области, в металлическом контейнере возле Казаметы хранила больше полутонны пакетиков запрещенной табачной жевательной смеси. СНЮС – это измельченный увлажненный табак, который размещают между губой и десной на полчаса и дольше. За это время в кровь поступает в десятки раз больше никотина, чем во время курения сигарет. Если в самой крепкой сигарете содержится до полутора миллиграмм никотина, то при употреблении подушечек со СНЮСа можно получить до 22 миллиграмм. В Казахстане СНЮСы относят к легким наркотикам. Они вызывают нейротоксические нарушения, расстройства сознания, рак, полость рта, поджелудочные железы, пищеводы и легкие. Были случаи летального исхода у детей. Установлено лицо, то есть хозяин контейнера, который хранил и дальше реализовывал. Согласно постановлению главного санитарного врача Республики Азстан, с 12 декабря 2019 года в возреализация производства табачной некурительной табачной изделии СНЮС производством запрещено. То есть оно, вопреки запрету законодательствам, реализовывало и продавало табачные изделия именно СНЮС. В одном из контейнеров на территории торгового дома Казамета сотрудники ДР обнаружили и изъяли больше 550 килограммов СНЮСов. Это больше 78 600 пакетиков в каждом по 7 граммов. Общая стоимость незаконного товара больше 7 миллионов тенге. Хозяйке контейнера Минури Садыковой грозила до двух лет лишения свободы за незаконное предпринимательство. Но она заключила соглашение в форме сделки о признании вины с заместителем прокурора Карагандинской области. В итоге ее осудили на ограничение свободы на один год. Ей запрещено покидать жилище после 10 часов вечера, посещать развлекательные заведения и необходимо регулярно отмечаться в органах пробации. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал.